Не трогай, не трогай. Сегодня к нам в Горловку приехали друзья из Российской Федерации, чтобы оказать украинальную помощь тем людям, которые проживают в поселке Зайцево и которые не попали в программу Красного Креста по каким-то причинам. Еще эти причины придется нам выяснять. Это улицы Боевая, Революционная и Мазая. Значит помощь не ограничена, поэтому выбрали самые нуждающиеся семьи по этому поводу. Друзья наши еще неоднократно будут приезжать. Это первая их помощь именно по Зайцево и надеемся, что не последняя. Байки собраны максимально объемные, начиная с сахара, заканчивая конфетами, тушенками, мукой и крупами. Поэтому это существенная помощь для каждой семьи. Особенно и тех, у кого есть дети. Пакеты формируются еще из детской химии. Для их белья и вода за темами. А вы обращались по поводу помощи качества чьего? У меня, во-первых, три раза в дом попадали. Я написала заявление в марте. Приедьте, посмотрите, рама полностью вылетела, дырки в стенки. У вас идут боевые действия, мы не приедем к вам. А когда губа не так, куда вам... Вам не положено. Вы от Никита приедете. У меня 300 метров в гору в гости. Оказывается... Как боевые так не приедем. Оказывается, понимаете, у нас есть еще территориальная... Мы раньше относились с Зайцево. У меня паспорт, надеюсь, началось заявление. Это ошибка. Паспорт? Разве это не документ? Нет, это ошибка. Это говорит мне заммэра. Говорю, вы что творите? Нет, это Николай Митрофанович Никитовский. Ну давай, подъезжай на штуку. Ладно, давай, подъезжай. А он что, не принимает? Он не принимает. До него бесполезно попасть. Я два письма ему оставила. А помочь какая-то есть вообще от него запасаться? Ага, все, садись, давай. Так к нему просто не попадешь, да и все. К нему трудно очень попасть. Да, ведь с чем он занимается? Не знаю, я не знаю. Даже записи к нему нету. Олик, откроешь машину? Итак, ко мне не прийти. Вот, и местная Владимир Владимирович. Я ему честно сказать не поверила. Уже последняя станция. Итак, письмо написали. Пенсионеры. Вот в Украине не получают пенсионеры. Одна живут, а где-то сочи. Трудно прожить. Тут без конца то окно заплатить, то 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 то. Ну, бесполезно. Никитовку, я вам комиссию пришлю. Да вас на суд подам. Что вы тут остановите всю дизельницу? Где это самое? Где стабилизируете? Вот так кричал, наверное, чуть ли не выгонял. У вас тут какая улица? Революционная. Вот такая же история с Пасаром Роза. Меня зовут Юра. Я из Ростова сам. Ну, со мной ребята из Москвы и из других городов часто приезжают в Россию. То есть, в принципе, это не разовая какая-то наша акция. Ну, приблизительно раз в квартал мы себе можем позволить финансово. Мы это даже не тех людей, которых вы видите. Есть много людей, которые откликнулись, скинулись деньгами. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то в меру своих возможностей. Кто-то все, что может. Спасибо им огромное. Это в первую очередь. Ну, у кого-то хватает там, может, времени свободного заниматься этим. Чуть похрабрее кто-то, я не знаю, там, в каком-то плане заехать. Но, в принципе, мы не ограничиваемся вот вообще, вот именно там раздача. У нас нет цели приехать на передовую для красивой картинки сделать. Мы восстанавливаем храм в Никишино и всех приглашаем присоединиться. Может, кто-то просто руками хочет поработать. Мы строим с нуля абсолютно, потому что первыми выстрелами по Никишино уничтожили храм. Село было сильно уничтожено. И мы, видя, как люди возвращаются, сколько мужества надо приехать в 60 лет, отказаться там, уехать к родственникам и восстанавливать там бабушке 73 года. Она сама, сама, сама восстановила кухню полностью. Вот это герой, на таких сам посмотришь, потом уже тянешься. Уже тянешься к их уровню. Вот, есть прекрасные люди, Света Дадашов, Юрий, я не знаю, депутаты ваши. Они тоже бьются по-своему, они бьются за своих людей на своей уверенной территории. Находят таких, как мы, просят, чтобы мы приехали. Конечно, мы взвешиваем, у нас много заявок, нам много обращаются. Завтра мы планируем поехать в Дю США, нам всего 4 мячика дали, но это 4 мячика, мы завезем их в Дю США, в Горловский. Детский реабилитационный центр, там порядка 80 инвалидов. Вот у нас остались деньги, мы решили канцелярию туда закупить, завезти. Вот, плюс готовят списки семьи, потерявшие кормильца. Это тоже, вот сейчас ребята помогают, вот эти пакеты, гора, она на самом деле завтра поедет туда, и нас уже попросили еще, скорее всего, докупим. Ну, опять же, это все в рамках того, что собрали люди с России. Я не знаю, тут все говорят, что нельзя об этом говорить, но нам из Киева присылают деньги, бывают. Или люди с синими паспортами, которые смогли в России обосноваться и зарабатывать деньги, они тоже нам помогают. И я не могу не говорить об этом. Мы не отказываемся ни от чьей помощи, потому что я думаю, что этим людям просто нужна помощь. Здравствуйте, я являюсь председателем Никитовского района общественного движения «Соборная Донбасса». С программы «Красного креста» выпали три улицы – Боевая, Революционная и Монгая. Эти улицы находятся под постоянным обстрелом украинских вооруженных сил. Люди, значит, поступило предложение от частных компаний помочь этим трем улицам непосредственно. Были организованы, в течение суток были организованы списки, люди были приглашены. Сейчас в данном моменте вы видите выдачу гуманитарной помощи. Никитенко есть Евгения Виталия? Получила. Получила. Дальше. Кашевая, Нина Леосеевна. Вы? Все, расписываемся. Так, забирайте пока свои вещи. Так, следующая. Ланцетова. Ольга Николаевна есть? Так, расписался. Вот получка есть. Ланцетова. Ланцетова есть? Ланцетова есть, нет, да? Нет. Тро-баха Ирина Викторовна. Есть. Так, Елененко, распишись. Леснипово Наталья Ивановна есть? Есть. Так, давайте быстренько. Вот. Ваша и следом Леснипово. Да, да, да. Все. Все, моя. Так, переследуем. А, он полянская. Так, забрали. Филипченко. И следом Леснипово. О, там была. Филипченко Галинка. Расписали пакеты, забрали. Объезжай. А можно у меня много будет? Давайте, давайте, давайте. Достаточно хорошие пакеты. Есть. Я не обидел. Все, нормально. Все, нормально. Сегодня ребята из России, которые очень часто приезжают на территорию Донецкой Народной Республики, они помогают строить дома. Сейчас восстанавливают церковь Нечишина. Также они недавно привозили к нам ДНК-лабораторию, которая сейчас устанавливается. Вот они приехали посмотреть, как идет сборка этой лаборатории, когда она запустится уже в действие, так скажем. И сегодня они приехали в Горловку, поскольку узнали, что три улицы в городе Горловка, вот на окраине, ближе к Зайцево, которые не попали в списки по какой-то причине на гуманитарную помощь от республики и на гуманитарную помощь от комитета Красного Креста. То есть люди остались не в списках, и они не получают никакую из гуманитарок. И ребятам это сказал депутат Народной Республики ДНР. Он очень тесно общается с людьми, и он знал именно, что эти три улицы остались без гуманитарной помощи. Поэтому вот ребята частным образом от себя лично, не от организации, а от себя лично приняли решение сегодня сделать закупку продуктов и этим людям сюда привезти. Списки были подготовлены буквально вчера вечером и сегодня утром. Этих людей, которые не получают ни с какой организацией, гуманитарку, вот сегодня они сейчас получают продукты и нынешние средства. Спасибо вам большое за ваше участие, за ваше понимание. Ну, конечно, много недоговоров. В продуктовый набор на одному человеку вводят группы, рис, гречка, рука, сакар, консервы, паштет. Так же масло растительное и конфеты. И плюс еще пакет, в который вводят порошок, два наименования мыла, моющее средство для посуды и шампунь. Для детей, именно пакет, который для детей собран, там входят именно моющее средство, и порошок детский, и детское мыло, и детское... Вот спасибо. Именно для детей. Спасибо, не безразлично. Спасибо нашему депутату. И еще некоторому. Ребятам слово. Спасибо, ребята. Депутату, да? Очень большое спасибо, прекрасная гуманитарка. Мы очень довольны. Дай Бог вам всем здоровья. Мира, тишины, спокойствия.